Набираем тысячу лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем здарова, ребят! С вами Локи, мы продолжаем карьеру за мадридский реал FIFA 20. И давайте как можно скорее под этим роликом наберем одну тысячу лайков. Я знаю, что для вас это не проблема. И усаживайтесь, конечно, ребят, поудобнее. Наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки и давайте приступать к этой серии. Сегодня у нас, ребята, матчи в чемпионате, матчи в кубке. В общем, будет интересно, как мы видим. Маркос Акуния присоединился к Тоттенхэму. Также, как мы видим, Хименес перешел в Ливерпуль, а Ум Тити в Манчестер Сити. И вот, ребята, кто-то в комментариях постоянно мне говорит, что я делаю нереалистичные трансферы. Но это, ребята, игра, это не жизнь. И здесь многие футболисты переходят в другие команды. Например, Ум Тити в Манчестер Сити, Хименес в Ливерпуль. Аж Криньяр перешел в Мадридский Реал. Да, такое бывает. И я никогда не говорил, что я стремлюсь к каким-то суперреалистичным карьерам. Потому как здесь нужно тогда просто отключать трансферный рынок, чтобы все было как в жизни. И просто никого не покупать. Или покупать только, когда это случилось в жизни. Ребят, это немножко, мне кажется, бредом. Потому что игра на то и игра, чтобы здесь можно было делать то, чего нельзя сделать в жизни. Например, вернуть Роналду в Мадридский Реал. Многие этого хотели, я это сделал. Вот. Также другая половина людей в комментариях предлагает просто поменять чуть ли не пол состава. Начинает мне предлагать постоянно Холланда. Мол, он в жизни сейчас начал блистать. И поэтому его надо сразу пихать в карьеру. Постоянно пихают Головина. Постоянно пихают Зинченко. Но, ребят, есть еще и другие футболисты. И трансферное окно, это не значит, что нужно просто взять и поменять пол команды. В общем, есть единственный трансфер, который, может быть, я хотел бы сделать, если получится. Это Александр Арнольд из Ливерпуля. Я послал запрос на 65 миллионов. Клоп сказал, что они подумают. Они хотели 80. Но у нас просто сейчас таких денег нет. У нас 69 миллионов. И, в принципе, на этом все. В общем, ребята, давайте отправляться на нашу первую игру против Валидолида. У нас Криштиану Роналду пока что на втором месте в бомбардирской гонке. Луис Суарес 18 мячей на первом. Марат Эмилек делит третье место. И Месси на пятом. Ну, там много людей, кто забили по 10 голов. Тот же Иде Назар. Ну и, в общем, ребята, погнали. Также для всех тех, кто постоянно спрашивает, на каком уровне сложности я играю. Вот, ребята, сейчас сверху увидите. Это сложность Ultimate. Мне нет смысла вам врать, на какой сложности я играю. Потому что, когда я играл на мировом классе, так же, как и на лучшем игроке FPS, я всегда об этом говорил. И кто-то говорил, вот, повышай, повышай сложность. Когда я сам постепенно подошел к тому, что мне стало легко играть на мировом классе и на легенде потом. И после этого я перешел на Ultimate. Все это, так скажем, подходило постепенно для меня. И, собственно, когда я был готов уже играть на этих уровнях, я на них перешел. И смысла вас как-то обманывать я не вижу. Также, что еще касается, очень часто пишут в комментариях, как получается у меня играть на обновленном Ultimate. Я еще раз повторю, в прошлом Ultimate, ребята, я менял настройки в усиление искусственного интеллекта соперника. Поэтому сейчас играть, ну, не так мне сложно. Хотя в защите все равно у меня куча проблем. В общем, ребята, погнали. Мы по-прежнему, ребята, отстаем на одну очку от Барселоны в чемпионате. Также сегодня нас ждет матч в Кубке. Где, скорее всего, мы сыграем вторым составом. Ну, а после этого нас ждет мадридское дерби против Атлетика Мадрид. В прошлой серии мы выиграли у них Суперкубки со счетом 2-1. Теперь попробуем выиграть в чемпионате. Мбаппе. Ой-ой-ой, ну здесь надо давать желтую. Его просто смяли на углу штрафной. Посмотрим, как отреагирует арбитр. Ну, молодец. Сразу желтая. Реал Валидолит в атаке. Передача пяткой. И первый гол есть. Вот так вот. На шестой минуте хозяева. Очень неплохо проводят атаку. И забивают гол. Растерялась наша оборона. И вот здесь, посмотрите, какой пас пяточкой в центр. Прям не глядя. Сегодня, ребят, у нас на воротах в этом матче Куртуа. Потому что Донарума подустал. Дал я немножко ему отдыха. А это Криштиану Роналду. И первый угловой будет. Подача. Удар по воротам. Какой голешник. Какой голешник, ребята. Кто это? Это Казимира. Шикарная подача Де Назара. И Казимира без обработки. С лета посылает мяч в ворота соперника. Это красиво. Мы уже не раз пробовали по ходу сезона исполнять вот такие вот удары. Но не всегда получалось у Казимира поймать мяч на ногу. Это его третий гол. Десятая минута. И у нас 1-1. Опасно. Удар по воротам. Польпок Ба. Нет, это Куртуан наконец-таки. Мяч забрал в руки. Валидолит не боится идти вперед. Вот я замечаю, что с такими командами очень часто мы играем. И они просто играют не думая о своей штрафной, о своих воротах. Но здесь тоже желтая. Уже нет. Здесь пока устно. Я думаю, уже два защитника присядут у Валидолита на карточке. Очередная стеночка. Здесь прострел. Минди справляется. Казимира. Донни Ван Дебек. Хороший прессинг. Интересно, насколько хватит. Реал Валидолит вот с такой вот игрой нас прессинговать. Эден Азар. Уходит от соперника. Азар уже в штрафной. Азар. Передача Роналду. Ну же. Из пустого угла вытаскивает защитник. Уходит от своего оппонента. Передача на поле Погба. Снова Мбаппе. Удар по воротам. Поль Погба. Ну же. И что там? Оффсайт был. В атаке соперник. Здесь Мбаппе не отпускает. Неплохой такой рывок. И можно сейчас попробовать вскрыть оборону по левому флангу. Но Мбаппе не успел туда еще добежать. Криштиану Роналду. Хороший пас на Азара. Нужно забивать. Эден Азар. 2-1. Вот она. Конторатака. Вот она красота. Наших нападающих. Роналду. Дриблинг. Видит забегание Азара. Тот подрабатывает мяч. И посылает его в дальний угол ворот. 11-й гол Азара. И снова пяточки. Пяточки на подходе к нашим воротам. Подача на дальний мяч в сетке. Ну не знаю. Просто любой момент соперника, который доходит до удара по воротам, сегодня залетает. Ну вот что Куртуа делает. Я не знаю серьезно, что они наменяли там на режиме ультимейта. Просто иногда команда играет как дурачки. Есть еще время в этом матче. Эден Азар несется вперед. Можно сыграть на Дони Ван Дебека. Прошла передача. Ну же Дони. Игалкипер. Грудью отстаивает свои ворота. Классно. Качнул соперника. Сейчас нужно бежать. Защитник за ним не поспевает. Эден Азар в штрафной. Дони Ван Дебек. Будет удар? Да нет. Что ж такое-то? Казимира еще удар. Рикошет. Удар по воротам. Перекладина. Вот это момент. Сейчас мы не то, что могли сыграть ничью. Мы могли и проиграть. Но в итоге контратака. Эден Азар. Против него два соперника. Азар с мячом. Роналду. Поль Погба. Да что ж такое-то, ребята. И все. Вот такая вот, ребята, получилась у нас боевая ничья. Где-то повезло нам. Где-то повезло сопернику. Но в итоге 2-2. И посмотрим, как сыграли другие команды. Ливерпуль согласился продать нам Арнольда за 66 миллионов. Плюс 10% от будущей продажи. Сейчас нам нужно согласовать контракт. Итак, важный игрок. Да, на это я согласен. Дальше. Что у нас здесь? По контракту. Ему 21 год на 5 лет предлагаю контракт. Надеюсь, что они согласятся. Да, это их устраивает. Отступные. Я соглашаюсь, что мы не будем прописывать отступные в контракте. Нет. Уже мы на эти грабли наступали. Смотрим, что у нас теперь. Давайте предложим ему 150... 170... 180 тысяч евро. И давайте добавим бонус ему за выходы на поле. Давайте за 20 выходов на поле мы заплатим ему еще полтора миллиона. Ну или лям 700. Давайте так вот. Надеюсь, что они на это согласятся. Достойное предложение моего клиента это устраивает. Ну и отлично, ребята. У нас, ребята, кубковая встреча. И как мы видим, сегодня у нас с первых минут выходит... Арнольд. Он взял у нас 21 номер. И сегодня у нас играет второй состав. Где Йович, Родриго, Венисиус. Мы играем против Жироны на кубок. Играем у них дома. Ну и нужна победа, ребята. В чемпионате, честно скажу, Реал Валидолит немножко удивил. Но скорее даже удивил не он, а опять вот эти вот... Махинации и Эй с уровнями сложности. Когда команды уровня Реал Валидолит играют в такие передачи, в которые не играет, например, Атлетика Мадрид. Что странно. Удар по воротам. Это было близко. Но Донарума в порядке. Первый угловой. Шестая минута. Пошла подача. Удар по воротам. Перекладина. Будет ли еще удар? Будет гол. Ну я не знаю. Я просто не знаю, что происходит с этими командами. Жирона, Реал Валидолит. Они играют так, будто я вышел играть против Барселоны. Один. Удар второй. И все на ножку. Все здорово. Передача в центр. Родриго. Здорово. Вальверде. Пас под удар. И один-один. Один-один, ребята. Это Йович. И вот так вот он умеет вертушки выписывать. Ну вот что это за передача пятками? Расскажите мне. Маи пропускают мяч между ног, а игроки соперника играют пяточками. Хамес. Классная передача. Ну же, вынимай второй. Родриго. Красавчик. Он начал эту атаку. Он получил передачу от Хамеса и 1-2. Ну и вот опять, ребят, мы сейчас могли пропустить. Просто повезло, что отбились. В итоге проводим хорошую контратаку и великолепное завершение Родриго. 22-ая минута. Один-два. Вальверде. А что если отсюда ударить? Вальверде. Какой выстрел. Неплохая стеночка. Вот как они так играют, а? Как они так играют? Я замечаю раз за разом, что в Фифе, что в Песке. Иногда вообще не важно, кто у тебя в обороне, кто у тебя на воротах. Если искусственный интеллект соперника хочет забить, то игра сделает все для этого. И ты ничего не сможешь сделать. Йович. Неплохо. И на дальнюю. Ну же. Йович. Подача. А здесь кулачками играет врата. Передача. Хамес. Красота, ребята. Красота. Как довели эту атаку до взятия ворот. И со второго темпа все-таки смогли забить. Ну и Хамес красиво подключился. Здорово сыграл на него, по-моему, Йович. Получивший передачу. Да, и здесь Хамес переложил здорово мяч и забил третий гол. Атлетико Мадрид и Барселона также выигрывают свои игры. У них также перерыв. Ждет он забегания Родриго по флангу. И тут же пошел открываться Родриго. Передача в центр. Удар по воротам спасает ротарь. Опасный пас. Уже в штрафной идет игра. Удар по воротам и угловой. Ждет сбегания Арнольда. Арнольд с мячом. Набирает скорость по флангу. На дальней бровке есть Венисиус. На него передача. И Трент Александр Арнольд делает первую голевую передачу за новый клуб. Увидел он Винни. Нешикарно исполнил. Венисиус забивает гол за 10 минут до конца. У нас выходит Искон. Вместо Вальверде. И Жирона продолжает идти вперед. Я не знаю откуда у них столько сил. Просто откуда эти парни взяли столько сил. И Донарума красавец. Все. Это победа ребята. Давайте готовиться уже к матчу против Атлетика Мадрид. Результаты других встреч одной восьмой. Копа до Испана. Севилья. Атлетик Клаб из Бильбао. Бетис. Мадридский Реал. Атлетика Мадрид. Барселона. Вильяреал и Валенсия. Все побеждают. У нас ребята мадридское дерби. Мы принимаем Атлетика Мадрид у себя дома. Это очередной тур в чемпионате. И нам нужна победа. Не получилось. У Валидолида выиграть сегодня в первом матче. 2-2. Ничья. Только лишь одно очко. Ну а сейчас принципиальный соперник в турнирной таблице. Ну а точнее один из принципиальных соперников. Ну и ребята поехали. Тренд Александр Арнольд. Сегодня с первых минут. Посмотрим как у него получится сыграть уже с основными футболистами. Очень здорово мы с ними бились на кубок. Поэтому сейчас я думаю они нам смогут что-то продемонстрировать. Альваро Марата. Вот такой вот опасный прострел. Опасный пас. И Донорума в порядке. Но пока гости приехали сюда явно не отсиживаться у своих ворот. Они идут в атаку. Девятая минута. Еще подача. Ну и вот уже Мбаппе. Ушел от соперника. Мбаппе забрасывает на Роналду. Ну же Рон. Удар Роналду. 1-0. 11-ая минута. Криштиану Роналду забивает в мадридском дерби. Ну вот она. Быстрая. Хорошая атака. Мбаппе. Аккуратный черпачок. Роналду залетел и шлепнул в дальний. Это его 17-й гол. Донни Ван Дебек. Навязал борьбу. А вот куда этот пас? Но здесь здорово. Арнольд. И есть свободная зона для Мбаппе. Надо бежать. Роналду и Азар пытаются эту атаку поддержать. Не получилось. Но здесь Арнольд. Да что это, ребята? Электроник Артс опять что-то накрутили. Ну серьезно. Это уже какой-то смех. Вот такие вот передачи. Чтобы они вот так обрабатывали. Марата. Паштрафную. Шкринья. Хорошо. И тут же пас на Мбаппе. Мбаппе в атаке. Мбаппе. Надо бить. Мбаппе. Ну же. А Роналду проскочил. Дони. Передача. Роналду. Ну же. Будет второй. На. Вынимай. Криштиану Роналду. 31-я минута. И фирменная Си. Ну и посмотрите, как классно Дони Ван Дебек сыграл. Как Роналду убрал мяч. И от всей души вложился. Забил свой 18-й гол. Дубль в мадридском дерби на домашнем стадионе. Мы пока очень неплохо смотримся. Но это лишь пока, ребят. Пока не даем атлетика забить. И снова Роналду. Запнулся соперник. Роналду. Ну же. Будет хэт-трик. Хэт-трик Роналду. 33-я минута. Троечки сошлись, ребята. И Роналду забивает третий. Вот здесь. Поехала нога. У соперника. Ну а Роналду уже просто расстрелял ворота. 19-й гол. Хэт-трик Роналду. Хэт-трик. В мадридском дерби. Развивать атаки. Роналду. Передача. Айден Азар. Неплохо. Азар подтащил мяч. Азар. И здесь удар в дальний. Но это легко. Это уже легко для Яна Облака. Нет офсайда. Можно играть. Минди. Держать. Держать, ребята. Сейчас Атлетика очень здорово распасовывается. Подача. Но здесь спокойно Донарума действует. И у нас первый тайм подходит к концу. Барселона пока свой матч выигрывает 2-0. У нас хэт-трик Роналду. 11-я, 33-я и 34-я минуты. Атлетика Мадрид мог забить уже не раз. У них замена. И замена, между прочим, защитника. Возможно, Симеон и недоволен тем, как отпускали Роналду. Два раза это была исключительно ошибка защиты. Донни Ван Дебек. Удар по воротам. И Ян Облак спасает. Как технично. Ну же. Нет. Донарума не смог спасти. Альваро Марата забивает гол. И, ребята, один гол Атлетика отыгрывает. Здесь очень красиво разыграли. И вот здесь на финте поймали Шкриньяра. И Марата забивает свой 12-й мяч. У нас Арнольд поле покидает. Он целый матч отыграл в кубке, который был пара днями ранее. Серега Рамос. Красавец. Хакими на Мбаппе. Это здорово. Мбаппе в атаке. Ну же. Мбаппе. Раскатал. Раскрутил Роналду. Забил. 4-0. 4-1. Прошу прощения. Хотел сказать, что четвертый гол Роналду. Это было красиво. Мбаппе ушел от 2. Передача на Роналду. И тот с разворота бьет уже, можно сказать, пустые ворота. Облак просто на удачу. Летел 20-й гол Роналду в чемпионате. Атлетика Мадрид в атаке. Возможно, одна из последних атак их в этом матче. На левом фланге сейчас что-то пытаются придумать. Но здесь Хакими спокойненько разбирается Мбаппе. Передача на Вальверде. И пошла контратака. Вальверде. Он свежий. Пас на Роналду. Ну же, забить. Нет, здесь облак. Все это читалось. И в итоге, ребята, победа 4-1. Я надеюсь, эта серия вам понравилась. Поддержите ее лайком. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока.